Здравствуйте, это колонка главного редактора студии Дмитрий Нечаев. Коротко о самом главном. За минувшие сутки у 15 жителей нашего региона выявили диагноз коронавирус COVID-19. Всего на настоящее время в Тверской области подтверждено 784 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 263 заболевших, и они уже все выписаны из больниц. Все зараженные, сейчас, понятное дело, изолированные, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают все необходимое лечение. Ну и 8 человек, к сожалению, с самого начала коронавирусной инфекции в нашем регионе скончались. Эта цифра пока ее удается держать в этих параметрах. Все эти скончавшиеся имели в анамнезе сопутствующие хронические заболевания. Теперь по традиции несколько ответов на ваши вопросы, которые вы присылаете на нашу горячую линию. Ее телефон, я напомню, 341 341. Ну вот, знаете, и за дня в день многие из вас задают один и тот же вопрос. Почему по Тверскому телевидению не сообщают о количестве заболевших в Твери и Тверской области? Я не знаю, какое телевидение имели в виду позвонившие. Дело в том, что на нашем канале, в частности наша вот эта колонка, рубрика главного редактора, по-моему, всегда и начинается именно с этой информации, и сегодняшний выпуск не стал исключением. Где можно получить бесплатные защитные маски, спрашивает один из наших телезрителей. Ну и отвечу так, что, например, в местах проведения акций по их раздаче. И об этих акциях также наш канал делал недавно сюжет, делал информацию. Ну и вот третий какой-то странный вопрос. Это, наверное, как раз из сферы фейков. Кто-то сообщает нам, что якобы возле одной из больниц, я не буду называть какой, находится свалка отработанных защитных спецкостюмов медработников. Уберите ее. Но вы знаете, мы не поленились, ездили, посмотрели. И как и ожидалось, это оказалось полной глупостью и ерундой. Никакой свалки там нет, все чисто, опрятно. А вот эта информация как раз из области фейков. Поэтому всегда фильтруйте, как говорится, ту информацию, которую вам кто-то сообщает, кто-то дает. Всегда, если есть возможность, проверяйте. А вообще лучше всего получайте ее из официальных источников, из тех, из которых ее берем мы. Поэтому я прошу всех, кто будет звонить на нашу горячую линию, оставлять свои контакты. Номер телефона или электронной почты, либо контакт в соцсетях, чтобы мы могли уточнять информацию. Ну и напомню еще раз наш телефон. Это телефон горячей линии 341-341. Ну и теперь несколько слов кратко, но о самом главном. О главном для нашего народа празднике – Дне Победы. В этом году впервые мы не сможем принять участие в массовых мероприятиях на улицах, площадях наших городов, у мемориалов. Это досадно, конечно, но если задуматься, то это не самое важное. Ибо куда важнее хранить незамутненную память о тех роковых и трагических событиях, осознавать их масштабы и суть, чтобы не допустить этого впредь. Куда важнее проявить заботу и оказать внимание тем, уже, к сожалению, немногим ветеранам, в чьих глазах отражалось пламя той чудовищной войны. Тем, кто заплатил безмерно высокую цену за наше настоящее. Для нас, сыновей, дочерей, внуков и правнуков, солдат Великой Отечественной, нет праздника светлее и нет памяти священнее. Конечно, наш канал подготовил массу самых разных программ на предстоящие праздничные дни, и все они посвящены Великой Победе. Поэтому сейчас я вам дам краткий анонс наших программ на праздничные дни. 9 мая в 10 утра, в день 75-летия, мы покажем уникальную хронику, первый парад Победы, который состоялся 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади. 9 мая в 15.00 на телеканале Тверской проспект Регион пройдет Бессмертный полк. Вместе с Ириной Чекуновой, которая будет комментировать фрагменты трансляции, вы увидите записи шествия Бессмертного полка по городу Твери прошлых лет. Смотрите и вспоминайте, как мы с вами, неся портреты наших родных фронтовиков, шли в строю Бессмертного полка. Эту хронику, напомню, мы покажем 9 мая в 15.00 на нашем телеканале. Ее, кстати, предварит поздравление губернатора региона Игоря Руденя. А сразу после показа хроники шествия Бессмертного полка 9 мая смотрите премьерный показ фильма «Сестры», повествующего о героической судьбе нашей землячки, партизанки Инессы Константиновой. О короткой, но яркой жизни этой девушки из Кашина расскажет ее родная сестра Регина. Материал для фильма несколько лет готовила наша коллега Ирина Чекунова. Ну и в остальные праздничные дни будет много тоже очень интересного. Послушайте на нашем канале выступление Тверского ансамбля народной музыки «Калина Арт» 10 мая в 15.30. Посмотрите 11 мая серии документального фильма «Моя война. Евгений книга». Это фильм о знаменитом фронтовике Евгении Степановиче Книге, который сейчас живет в городе Ржеве. Ну и завершая сегодняшний выпуск, я хочу от имени нашего медиахолдинга и от себя лично поздравить всех с Днем Победы. И в первую очередь ветеранов и тружеников тыла, детей-сирот войны. Примите мои искренние поздравления в связи с 75-летием победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Все дальше и дальше от нас 9 мая 45-го года. День, который определил судьбу мира. День славы и гордости за нашу страну, за наш великий народ, победивший фашизм. День радости и слез, скорби и надежд. Не сомневаюсь, что наш великий народ и в наши дни сможет победить все невзгоды, существующие в нашем обществе. Мы обязательно должны это сделать в память о великом подвиге ветеранов и тружеников тыла. И обязательно это сделаем. Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия и счастья. С Днем Великой Победы!